Многие болтовчане отлично знают творчество Андрея, когда гуляя попадают на белую беседку и слышат там красивую музыку. Это знают вот эту музыку даже по всему миру. Я точно знаю, вот недавно в Киеве был разовор, киевляне восхищались, знаю, что канадцы слышали эту музыку и тоже самое получали удовольствие и не скрывают этого, что такая красота есть в Полтаве. И вот мы сегодня решили познакомить вас с Андреем, чтобы наконец мы могли увидеть вас в лицо. Почему? Потому что когда он играет, ну как-то лица не запоминаешь. Музыка, только музыка остается в голове и потом идешь назад и все, играет, играет все в голове. Давайте начнем сначала. Расскажите, вы музыкант, сколько лет, почему занимаетесь, на чем вы играете? Музыкант профессиональный, с самого детства еще в школе, у нас ансамбль был, руководил там вообще в развивательной школе. Начинал с баяна, потом закончил музыкальную школу по классу гитары, поступил, так как гитары не было, поступил на ударные инструменты, закончил по барабанам музыкальное училище, ну и освоил другие инструменты, в этом принципе занимаюсь всю жизнь музыкой. Ну помимо музыки у меня много разных направлений, одно из таких основных направлений это интернет технологии и продвижение через интернет, вот если вкратце. А чего продвигаете через интернет? Ну, есть услуги и есть некоторая очень интересная группа товаров, с которыми я непосредственно сотрудничаю. Ну, я занимаюсь разработкой сайтов и продвижением, то есть нахождением клиентов для, в принципе, для определенного рода бизнеса. Давайте немножко вернемся сейчас к музыке. Скажите, вы играете, насколько мне известно, «Гудная гармошка», да, вот на белой беседе? Как это правильно называется? У нее три названия есть. Физгармоника, мелодика и пианика. Почему три названия? Почему? Потому что, ну, я играю на фирме «Ямаха», она назвала «Пианика», потому что имя «Мелодика», оно было забронировано за другой фирмой. Ну и так получилось, что у нас три названия. Ну, я называю «Пианика». Почему именно этот инструмент и почему вообще вы на белой беседке стоите вечерами и играете? Ну, почему инструмент? Вообще-то я на ксилофоне в последнее время играл и 20 лет, больше 20 лет ездил по разным странам Европы. Меня попросили купить такой инструмент, пианику, да, фирмы «Ямаха». Попробовал, она мне сразу понравилась. И когда я принес домой, вот, перед тем, как передать заказчику, я попробовал поиграть. Со мной как раз был друг гитарист, мы поиграли, мне очень понравилось. И тогда я вышел, как бы сказать, испытать, вышел на улицу, посмотреть реакцию. Реакция была очень хорошая, и я начал дальше работать на этом инструменте. Чем он хорош? Он универсальный, потому что на нем можно играть любую музыку. Он как и клавишный, так и духовой, то есть атака есть и все. И второе, по сравнению с барабанами, он очень легкий инструмент. Вы только на Белой Беседке играете? Или еще по городу? Ну, иногда приглашают, иногда приглашают, но в основном, летом, ну как. Ну, в основном, да, Белой Беседке. А приглашают, вы говорите, где-то на свадьбы, дни рождения, какие-то мероприятия? Мероприятия, да. Ранку не заказывают? По поводу Мурки. Ну, во-первых, если говорить о Белой Беседке, там своеобразная публика, интеллигентные ходит. Но иногда попадаются разные, там, то, отставник, который только вышел, да, с тюрьмы, да, еще что-нибудь. Они же, кроме Шансона и Мурки, ничего не знают. Вот. И когда подходят, спрашивают, а сыграй там Мурку, ну, я, в принципе, знаю, что ответить. Я ему говорю, ты знаешь, Мурка – это уже прошедший этап. Давай я тебе гимн Украины сыграю. Он, да, ну давай. И я играю в гимн ему. Чтобы обойти бесконфликт на вот этот вот вопрос, да? И он доволен. Нет, тут же вопрос не в том. Тут же вопрос не в Мурке. А вопрос в том, что… Кроме нее еще что-то есть? Нет. Вопрос в том, что ему хочется, чтобы кто-то его хоть понимал, чтобы кто-то ему хоть что-то сделал для него. Потому что его в этой жизни не воспринимают как человека. А, чисто психологически, да, психологически. Скажите, вы говорите, вы по миру покатались. По миру вы покатались как музыкант, либо же… Как музыкант. Именно музыкант. У вас была группа своя? И с группой мы ездили, и в основном сам работали. А что за группа? Ну, у нас было трио акустическое. Ну, группа как такое… Мы… Название было у нее «Маэстро». Она просуществовала буквально, наверное, полгода. Мы подготовили один концерт, сыграли в филармонии, это было лет 15 назад. Вот, выехали в Германию, и там распались. Почему? Потому что она была неактуальна в это время. А потом работали… И после этого начали немножко покатались, да? Не, ну, я работал сам всегда. А сам, то есть, мне все равно с кем работать. Или вдвоем, или втроем, или… А в какой стране лучше всего вот вашу музыку воспринимают? Воспринимают? Ну, я рад, что в Украине начали уже воспринимать, потому что уже выросла молодежь, которая воспитана на интернете. Интернет все-таки воспитывает вкус, потому что у человека есть выбор. Выбор, да. Да. Вот. Поэтому, когда я вышел на «Белую беседку» лет 6 назад попробовать, то ко мне сразу же подошла женщина, вот, и попросила, говорит, так хорошо, так приятно. Вот. Единственное, я переживаю за то, что ваше место займут, будут тут другие музыканты играть. А я ей сразу успокоил, говорю, вы не переживайте, других музыкантов здесь не будет. Почему? Потому что это очень сложная работа, и нужно знать еще, что для публики давать. Поэтому вот такой был, можно сказать, начальный опыт положительный. Вот. Ну, я увидел реакцию хорошую, и поэтому начал работать. Вот. То молодежь, в основном, там на «Белую беседку» приходят молодежь, студенты, вот, они подходят, благодарят, приходят, многие часто, постоянно, часами сидят там. Почему? Потому что там, ну, они понимают. Димка, это аура. Атмосфера. Я скажу, вы настолько гармонично в нее вписываете, что... Да, вот это слово, ненавязчиво. То есть, такое впечатление, когда в воскресенье вечером приходишь туда, и вас нет, уже, подожди, чего-то, что-то. Колонны вроде у «Белой беседки» все. А где, где музыка? Прихожу, народу мало. Начинаю играть, через 20 минут полная беседка. Ухожу, сразу все расходятся. Но это в последнее время так. Вот. И я вижу... Ну, вы только по теплу там, да? Ну, да, конечно. Ну, тут и горло надо беречь. Когда плохое... Не, можно оно и когда холодно. Но оно некомфортно. И людям некомфортно, и самому некомфортно работать. Скажите, были ли какие-то забавные случаи во время того, как вы играли на «Белой беседке», вот, что-то такое запомнилось? Я не знаю, может быть, что-то предложение сделал, такой романтический случай. Либо же танцевали. Были разные. Танцуют очень часто. Когда нравится... Как-то весело. То, что весело, это часто. Во-первых, если вы наберете в YouTube Андрей Буторник «Белая беседка» или «Музыка», вы попадете, у меня есть там специальная страничка, где я выкладываю видеоролики. Видеоролики я иногда записываю. То очень показательно, как танцуют молодежь. Я имею в виду молодежь современная. Тя, которая годик, полтора, два, три. Вот это молодежь. И они собираются вечером, я иногда включаю в эту музыку. Да, я видел. Вот. И там, конечно, шикарно, что они творят, выплясывают. Говорят, родители, мы, говорит, такого не видели. За своим ребенком мы не наблюдали. Они там просто расслабляются. Вот. Поэтому по поводу танцев это однозначно. А то еще, ну, туристы там пришли, им понравилась музыка, они начинают плясать. А то еще в обнимочку, там, парочка где-то там вдалеке станет, или возле белобеседки, или там рядышком. И могут танцевать там медленный танец. Романтично. Романтично, да. Везде все стоят там, каждый своим занимается. Они просто спокойно себе танцуют. Поэтому... Скажите, а первые шаги в музыке? Все-таки вы на баяне, да, по-моему, сказали? Угу. Первые. Вот давайте вспомните детство. Все-таки было какое-то насилие в обучении? С подпалки вас родители гнали? С подпалки? Иди, учись на баяне. Было такое нежелание? Как мне это настроило? На салоне классно гнать будет. Не пойду. Было? Значит, у меня такого не было. У меня совершенно другая была ситуация. Но вопрос в другом. Это касается как раз этой темы. Просто у меня дома баян был. Ну, дядя играл на нем. Баян хороший. Братьев Гримм. Немецкий. И у меня одноклассник, он ходил на баян и приходил ко мне. И он что-то показывал. И мне что-то понравилось. И я по самоучителю сам уже начал что-то там выучивать. Сам учитель был тогда дома. И когда... А тогда же прослушивание было серьезное. Тогда мы с дедулей ходили. То там на всю область у нас было в отдельном месте. Приходили. Я не знаю, вы знаете или нет. Приходили туда. Специально был отбор. Прослушивали ритм. Там слух. Дедуля еще удивлялся, как тебе нажимают. Сколько клавиш. Ты сразу говоришь, сколько клавиш. Ну, отворачиваешься и все. То есть слух. Когда проверили, тогда направили в музыкальную школу. А в музыкальной школе баян был очень тяжелый. Он малой я был. Восемь лет его тягать постоянно. Получалось, в принципе, неплохо. Хорошо. Но методика обучения и репертуар, который советский в то время, я еще малой был, но уже как-то постудно понимал. Он мне не нравился. Поэтому я проучился год и бросил. Преподаватель очень долго ходил за дедом и упрашивал, чтобы я вернулся в музыкальную школу. Я сказал, что однозначно нет. И все. И спустя несколько лет, потом уже, когда я увидел, как на гитаре играют, мне понравился. И я уже начал заниматься гитарой. Так что такого напряга не было. Скажите, вот сейчас уже потеплело, вроде, ну, почти потеплело. Но уже вы начали опять выходить на голову. Как вас опять можно увидеть? Когда вас можно увидеть? В принципе, более выходные, да, дни? Суббота, воскресенье, если жарко летом после семи вечера, если прохладная погода, ну, там, осень, то днем часов с двух. Ну, такая обычная схема. Иногда в среду выхожу, в среду в основном вечером студенты там, иногда в пятницу. Ну, больше всего суббота, воскресенье. Ну, что, в принципе, да. Если хотите, независимо от погоды, независимо от пары года, услышать приятную, красивую музыку на личную страницу в YouTube, да, Андрей, там найдете все. Либо на беседку, пока сидит дождь. Либо на выходных на белую беседку. Знаешь, меня как-то так вспомнилось, сидела, слушала вас на улице, там, дождик моросит. И нехай проблема там сгоды нарублять вам уже эти погоды. Да, тоже. Приходите на белую беседку, даже, ну, нет, под дождь, я думаю, вы не будете там. Под дождь, у меня даже есть фотография, когда подошел, подошел ко мне один, можно сказать, клиент, частенько приходит. Начался дождь, он поднял зонтик, сидел рядышком и держал зонтик. Ради того, чтобы вы остались на месте. Да, да, да. Всем хорошего дня и настроения. Всем доброго утра, хорошей музыки в течение дня. Всем пока-пока. И замечательных выходных.